Вот уж скоро начнётся большая игра, ты так и раз, два, три... Сюжет Ганс рассказывает о группе охотников на инопланетян, которые были обычными людьми, но после своей смерти они оказываются в пустой комнате, где находится чёрный шар. Этот шар отправляет их на суицидальные миссии по убийству инопланетян, гуляющих по улицам планеты Земля. Шар не представляет выбора людям, которые оказываются там неподчинение смерть, провал миссии смерть, сама миссия может окончиться гибелью. Ведь на смену всегда могут прийти новые охотники. А теперь подробнее. Известно, что эти чёрные сферы, да, представленный шар не является единственным в своём роде. Все они разбросаны по всей планете, к тому же, со временем становится понятно, что они существуют достаточно давно. Они были построены с использованием лучших технологий человечества и инопланетян. Само создание этих чёрных штук было строго засекречено, хотя и было показано, что были целые фабрики, ответственные за создание этих сфер, некоторые из которых находились в Германии, где многочисленные секреты и притворяли в жизнь в ходе секретных операций и всевозможных запретных манипуляций. В какой-то момент сфера Ганс появилась в одном из районов города Токио. Ночью в странной пустой квартире. Вокруг токийской сферы и крутится основной сюжет. Но что она делает и для чего предназначена? По внешнему виду Ганс напоминает сплошную чёрную сферу размером со взрослого человека. Его поверхность полностью гладкая, но спереди есть устройство, которое отображает текст на японском языке, где указывается инструктаж по миссиям, объектам, комментарии, время и так далее. Первоначально Ганс показан статичным объектом, но когда приходит в действие и наступает время подготавливать охотника или охотников к миссии, на лицевой части шара появляются некоторые подробности об инопланетном противнике. Такие как его слабости, цели, симпатии и за что он обижен на человечество. После чего сфера открывает два отсека со снаряжением и стойками для оружия. Именно в этот момент в открывшемся Гансе можно увидеть взрослого человека, который по-видимому служит ядром или аккумулятором этой сферы. Соответственно, в каждой сфере есть подобный человек. Интересно, что в токийском Гансе человека также зовут Ганс. По крайней мере, так он себя всем представляет. Эти люди, по всей видимости, находятся в коматозном состоянии, неподвижно сидя там в позе эмбриона. К их телу прикреплены многочисленные провода, а к их лицу подходит дыхательный аппарат. Ганс полностью лысый и бледный. Несмотря на то, что он большую часть жизни находится в неподвижном состоянии, физически он очень хорошо сложен. Настоящая личность Ганса неизвестна, однако, когда он внутри сферы, его юмор чернее самого шара. Он постоянно обзывает охотников такими словами, как «суха» на экранах их информационных профилей, и часто комментирует, что они должны подчиняться ему, иначе им конец. Несмотря на параметры миссии, охотники отбирались со всего города, где через посредников аватаров сфера находила потенциальных кандидатов. Общим фактором для всех этих охотников является то, что они были нормальными людьми, которые умерли при жизни. Это могло произойти либо в результате несчастного случая, либо самоубийства, или вообще других событий, но важно то, что в момент смерти их тело телепортируется в небольшую квартиру, где, собственно, и находится Ганс. По правде говоря, эти люди не были спасены от своих смертей, так как данная телепортация создает дубликат человека с оригинальным сознанием, предстающим перед Гансом. Тем не менее, в редких случаях сфера умудрялась создавать клона человека, не убедившись в смерти оригинала. Из-за чего две версии одного и того же человека будут живы и иметь одинаковое сознание. Отличает их лишь то, что у дубликата не остается шрамов и других дефектов тела, которые были у прототипа. Попавшие в квартиру люди знают, что они умерли, так как помнят миг смерти. После того, как все кандидаты для охоты были выбраны, Ганс представляет им себя, их миссию. Чаще всего это убийства инопланетян, за которых в копилку каждого охотника начисляются баллы. После выбора оружия охотники телепортируются в то место, где находится предполагаемая цель. Охотники были невидимы для всех свидетелей в том районе, где находился инопланетянин. Хотя последствия их действий были видны всем, что, мягко говоря, вводило обычных людей в шок. Как будто какая-то невидимая штука крушит все вокруг. Обычно место охоты было строго ограничено. Площадь доступного пространства не превышала квадратные мили. Охотникам не разрешалось покидать эту область, а любая попытка сделать это означала, что с орбиты проецировалась неизвестная форма энергии, которая вызывала взрыв головы ослушавшегося охотника. Охота должна была быть проведена в установленные сроки, которые варьируются от часа и далее. Охотники, которые погибли во время охоты, умирают навсегда. Убитый будет показан на поверхности Ганса. Его профиль из цветного изменится на черно-белый, что свидетельствует о его гибели. В случае завершения миссии оставшиеся в живых будут телепортированы обратно в квартиру со сферой. А тот, кто был тяжело ранен, будет полностью восстановлен. Охота, навязанная кандидатом, самим Гансом, в конечном счете была оценена по числу погибших инопланетян. Каждый убитый инопланетянин давал 5 очков, которые были начислены человеку, который сделал смертельный выстрел. Набрав 100 очков, сфера предоставляла охотнику ряд вариантов. Первый — это стать свободным и забыть все о Гансе и воспоминаниях, пережитых во время охоты, и снова жить как нормальный человек. Второй вариант предоставлял охотнику эксклюзивный доступ к новому вооружению, которое более качественно защитит его в последующих миссиях. Третий вариант — это воскрешение убитого охотника, но человек не будет помнить события, приведшие его к гибели. Его память начнет свой отчет с того момента, когда Ганс в последний раз его сканировал. Что касается бойцовского арсенала, который скрыт в боковых створках шара, то он крайне разнообразен. Первонаперво — это черные облегающие костюмы, которые можно было надеть только после того, как вы сняли всю другую одежду. Они созданы для того, чтобы соответствовать конкретным параметрам охотника. Данные костюмы значительно повышали шансы на выживание во время охоты, приумножая физическую силу владельца. Для борьбы с сильными инопланетянами, вследствие чего охотник может совершать прыжки на дальние дистанции. Также увеличивается скорость его перемещения и выносливость во время охоты. А еще они делали владельца невосприимчивым к оружию, полученного от Ганса, дабы все друг друга не попереубивали. Однако полной неуязвимостью костюм похвастаться не может, из-за чего в определенных случаях охотники могут убить друг друга. Также немаловажную роль играют контроллеры охотников, которые похожи на планшеты, отображающие цель на карте, границы зоны, которые пересекать строго запрещается, время до окончания миссии, статистические данные других охотников из команды и урон каждого из них. Особенностью этих устройств была возможность сделать пользователя невидимым, невооруженным глазом для инопланетян. Хотя на некоторых существах данный девайс давал сбой, из-за чего успешность миссии ставилась под вопрос. Что касается вооружения, которое предоставляется Гансам, то оно настолько разнообразно, что обо всем и не рассказать. Однако в данном видео я кратко пробегусь по двум моделям, которые изначально предоставляются охотнику. «Иксган» — это оружие, похожее на пистолет с большим дулом. У этих пушек два курка, которые обеспечивают разные режимы стрельбы. «Иксган» также оснащен рентгеновским экраном, позволяющим пользователю обнаруживать инопланетян, замаскированных под неодушевленные предметы, видя их внутренние органы, а также скелеты. Когда нажаты оба курка, дульная часть открывает четыре точки, образуя крестообразную форму, в которой проецировалась вспышка света. Стреляя не снарядами, а не известной формой энергии, которая проявлялась как вспышка света с задержкой по времени до того, как урон был нанесен цели. Воздействие на органические ткани приводило к деформации плоти перед взрывом, что приводило к фатальным последствиям для гуманоидных целей и наносило ущерб более крупным противникам. Также есть такая штука, как Y-Gun — пистолет со способностью захвата цели, который запускал три лазерных якоря, соединенных с веревкой, чтобы моментально обернуть цель и надежно прикрепить ее к земле. Зафиксированный объект мог быть отправлен обратно через ту же систему телепортации, которая использовалась сферой для доставки выбранных охотников в комнату. Несмотря на способность ловить цели, достаточно сильная осыпь могла вырваться из сети Y-Gun. Вот такие вот дела, друзья. На сегодня у меня все. Предоставленная в ролике информация не является исчерпывающей. Можно сказать, что это вступительное видео, позволяющее вам ознакомиться с основами этой вселенной. Если вам нравится, то ставим лайки и пишем комментарии. А я обязательно сделаю еще видео по Ганс, ибо материала достаточно, а самое главное, он интересен. Также можете глянуть другие видео на канале. Всем удачи и пока!